Вы понимаете, там ведь дело в том, что это не то, что там поссорились, повоевали и помирились. Там примирение, оно не на территории, там, восточной Украине, там, по линию фронта примирение должно быть, а примирение в душах людей. Я лично считаю, что примирение невозможно конечное, потому что традиционно те, так сказать, те люди, да, то население, которое жило там на территории вот этой западной Украины, они традиционно были врагами восточных славян. Традиционно, с 5 века, с 6 века, они скорее бы там объединились с польскими рыцарями или с немцами и пошли бы на славян, чем со славянами, там, против каких-нибудь тефтонов и так далее. Водораздел проходил там, водораздел, принципиальный водораздел, католичество, православие, западные славяне, восточные славяне, вот вы заметите, все время, все время делилась эта территория, эта территория отходила, то Польша, то Австро-Венгрия, то Россия. Эта территория всегда была территорией, где можно было зажечь войну. Всегда была такая. И когда говорят, вот предатели, там, бандеровцы и так далее, бандеровцы не совсем предатели, бандеровцы никогда не были за этих, они всегда были против. И любым способом хотели освободиться там от русских, там, любым способом, любые способы хороши. Поэтому, если любые способы хороши, вы понимаете, какой глубины там трещина, какой глубины там вражда. Поэтому можно слепить искусственно, склеить, там, примирить, пенсии дать, я не знаю, свободу там, экономическую свободную зону, но все равно ментальный раскол, он всегда был и всегда будет. И этому расколу 2000 лет. Продолжение следует...